Друзья, есть у нас на связи наш второй гость Игорь Яковенко. Игорь, я вас приветствую. Здравствуйте, добрый день, рад вас видеть. Добрый день, взаимно. Вот сразу давайте по самым насущным. Это, разумеется, визит Си Цзиньпиня в Москву по приглашению Владимира Путина. Была опубликована статья, оба лидера опубликовали статью. Соответственно, Си Цзиньпинь в российской опрессе, Путин в китайской. Собственно, Си Цзиньпинь предлагает рациональный выход из военного конфликта и путь к прочному миру. Ожидается, что китайский лидер поговорит по телефону после этого визита с Владимиром Зеленским. Поживем, увидим. Но, собственно, вопрос и вам ставлю. На что максимум может рассчитывать Владимир Путин результат этого визита? Будет ли этот визит для него этой спасительной соломинкой? И вот интересна такая хирография. Пока Си Цзиньпинь в Москве с визитом. Его японский коллега, премьер-министр Фумио Кишида, прибыл в Киев буквально сегодня на поезде. Мы с ним буквально разминулись. Я веду этот эфир сейчас из Токио. Кстати, у меня было много бесед по поводу того, что думают об этом японцы и население, и политику о войне в Украине. И, кстати, о визите, разумеется, Си Цзиньпиня. Помогите нам понять, как вы все это видите, и как можно объяснить вот такую дуэль двух лидеров Азии? Ну тут еще в этой дуэли косвенное участие принял лидер Ирана. Правда, он не совсем считается азиатским. Все-таки это ближневосточный лидер, который заявил о том, что он не участвует в войне против Украины. Он сосредоточен на войне с Израилем, а в Украине он не участвует. Но насчет Израиля, это не бог есть какая новость. А вот заявление насчет того, что он не участвует в войне в Украине, ну, трудно сказать, надо ему верить или не надо. По крайней мере, такое заявление прозвучало. Что же касается главной темы, которую вы обозначили, то я думаю, что ситуация, которая сложилась сейчас, здесь очень важно, в каком состоянии Путин и Си подошли к этой встрече. Си подошел к этой встрече, ну, что называется, в ореоле славы, во-первых, действительно триумфатора на 20-м съезде КПК, когда он сменил режим китайской диктатуры от коллективного руководства на персоналистский режим. Это достаточно важное событие. И Си, безусловно, хотя, в общем, с моей точки зрения, оно было достаточно губительным для Китая и для мира, но, видимо, Си к этому ушел, и он был очень доволен. По крайней мере, об этом все говорит. И второе, это то, что он триумфально, значит, впервые, насколько я понимаю, за длительный период, смог помирить Иран и Саудовскую Аравию. И это действительно блестящий дипломатический успех, орден за который Си, безусловно, может носить на своей груди до конца жизни. Это важная история. То есть Си пришел на эту встречу как победитель, как триумфатор, как такой великий китайский император. Что же касается Путина, то он подошел к этой встрече в состоянии достаточно униженном и ничтоженном, потому что только что накануне, буквально за несколько дней до этой встречи, Международный уголовный суд выдал ордер на его арест. Но такого с российскими правителями не было со времен ареста Николая II. Так что вот, значит, ну, чем закончилась эта история с арестом Николая II, мы хорошо знаем. Ну, не уверен, что Путин повторит именно эту траекторию, но, по крайней мере, это большая неприятность. Это очень сильно понижает политическую капитализацию Путина, то есть у них как бы, они находятся в противофазе. Политический капитал Си стремительно возрастал последние месяцы, а политический капитал Путина стремительно падал. Ну, еще к тому же, ко всему, к этому, помимо достаточно различных тональностей, в которых были написаны эти тексты, которыми Си и Путин обменялись в газетах, если текст Путина напоминал такое любовное послание персональных Си, когда он говорил там о том, что, значит, вот если приезжает, там он Конфуция цитирует, что это огромная радость, если приезжает старинный друг. Ну, в общем, короче, это такое было письмо пылкого любовника к объекту вожделения давнишнему. Значит, Си, да, и постоянные были ябеды на то, что вот Соединенные Штаты Америки плохо себя ведут, Запад безобразно себя ведет, НАТО. У Си принципиально другая тональность, то есть он достаточно сухо, по-деловому, официозно, ну да, дружба, но дружба не между Путиным и Си, а дружба между народами. Значит, персонально США он вообще не упомянул ни разу, Запад слово он не произнес. Ну, вот есть некоторые какие-то отдельные страны, которые считают, не называя их, которые считают, что можно, так сказать, управлять миром. Плюс к этому постоянно говорит о каком-то украинском кризисе. Что за кризис, откуда он взялся, ничего из текста непонятно. И самое непонятное заключается в том, почему разрешать этот кризис, все отправился в Москву, а не в Киев, если кризис украинский. Ну, то есть вот такая вот китайская грамота, довольно специфическая. Ну, и вишенка на торте, это, конечно, карта, которая была опубликована накануне визита Си Цзиньпиня в Москву, карта, на которой китайские границы проходят, ну, где-то посередине Сибири. То есть примерно полтора миллиона квадратных километров Китай себе отрезает от российской территории. Ну, это была когда-то китайская территория, и по Айгунскому договору 1858 года она была... Ну, просто Китай тогда был слаб. Это была маньчжурская династия Цзинь, которая очень сильно ослаблена в результате обменных войн, и поэтому уступила напору Российской империи. И потеряла большие территории. Но сейчас вот это уже официально на сайте правительства было объявлено российскими территориями. Я почему это говорю? Потому что, вы знаете, ни одного... Я внимательно... Китайские территории. Китайские территории, я хотела сказать, да. То есть, ну, явно намек на то, что, в общем, так сказать, мы свое вернем. То есть это считается китайскими территориями, и название там Владивостока, Хабаровска, оно уже на китайский лад. Все вот эти вот города, да, вот вы показываете эту карту, и там вот эти вот все города российские, они названы китайскими названиями. Так что надо учить китайский жителям Восточной Сибири, Южной Сибири и Дальнего Востока. Значит, что характерно? Ни одного слова, ни одного осуждения от, значит, российских пропагандистов не последовало. То есть даже Бастрыкин уголовное дело не возбудил против китайских чиновников, которые вот такую карту опубликовали. Там Соловьев не вспомнил о Даманском там и так далее. То есть вообще ни одного слова. Это характерно. То есть это все... Я подвожу к центральной мысли своего сообщения о том, что вот это не была встреча равноправных партнеров, это была встреча вассала и сюзерена, сеньора. То есть это была явная встреча, ну скажем так, вот поза подчинения была явно у Путина при встрече. И это имеет значение, потому что, конечно, целью этого визита для Путина, почему он выпрашивал этот визит, молил об этом визите, уговаривал, там посылал Лукашенко готовить этот визит и сам просил. Потому что Китай является сегодня единственной палочкой в ручалочке, на которую Путин рассчитывает для того, чтобы затянуть эту войну. Выиграть эту войну невозможно, но затянуть ее можно. Ну и какая-то надежда, что если эта война затянется до 2024 года, там она встретится с выборами американскими. Ну а там, в общем-то, неизвестно, как пойдет. Потому что и Десантис, и Трамп, два человека, которые могут теоретически быть представлены от республиканской партии, они настроены, так сказать, достаточно прохладно в отношении продолжения помощи. Мы с вами, ну я понимаю, что вы гораздо больше меня разбираетесь в американской политике, и понимаете, что мы все понимаем, что, так сказать, президент там далеко не все решает, но тем не менее очень много от позиций президента зависит. Все это означает, что Украине надо выигрывать, заканчивать эту войну в этом году. Китай может этому как-то помешать, потому что военный потенциал Китая достаточно силен, и если будет поставки оружия китайского в достаточном количестве, то война может затянуться. Вот это то, что, собственно говоря, и представляет собой главное содержание того, что происходит сейчас в Москве. Вот эти трое суток, пока Си Цзиньпинь будет в Москве. Содержание разговоров, хотя американский институт изучения войны вроде как уже рассказал о том, о чем говорили Си Цзиньпин и Путин в закрытом режиме. Но я, в отличие от Американского института изучения войны, под столом в это время не сидел, поэтому могу судить только по косвенным признакам, о чем они говорили. А косвенными признаками является состав делегации, которая приняла участие в переговорах. И то, что со стороны России принимают участие Шойгу, руководители структур, которые, там, Роскосмос, люди, которые отвечают за военно-техническое сотрудничество, свидетельствуют о том, что разговор, конечно же, пойдет о снабжении, о помощи в вооружениях, в боеприпасах. Но главный вопрос, конечно, это то, какую цену Китай в условиях, когда стартовые переговорные позиции России крайне ослаблены, персонально Путин находится под ордером об аресте, а Си Цзиньпин, так сказать, находится на взлете, конечно же, цена за эту помощь возрастет неимоверно, совершенно это понятно. Ну, а что касается формально основной цели визита, мирного регулирования, то я думаю, что вообще никаких шансов Пуси дарить свой успех ближневосточный, просто нет. То есть, если ему удалось, благодаря, видимо, хорошему экспертному, что-то сделать в отношениях между Ираном и Саудовской Аравией, то то, с чем он подходит, тот подход, который он демонстрирует к урегулированию прекращения этой войны в центре Европы, я думаю, показывает, что либо его советники, эксперты по Украине, ничего не понимают в Украине, что может быть, всякое бывает, либо изначально у него не было никакого плана урегулировать, потушить эту войну, а был какой-то совершенно другой план. Ну, например, выжить из Путина все, что можно, напоследок, на прощание. Возможно, и так. Поэтому шансов нет. Вот пришло подтверждение вашим словам и анализу того, кто был на этой встрече, буквально от генсека НАТО Стопленберга, заявление, что да, есть информация о том, что Россия таки просила Китай на этой встрече о летальном оружии. И вот его цитата. Мы видели некоторые признаки того, что такой запрос со стороны России был, и что этот вопрос рассматривается в Пекине китайскими властями. Ну, а вот возвращаясь к теме того, что это может быть за мирный план, и как дальше будет вести себя Си Цзиньпинь. Ну, вот есть такая версия того, что вот Си Цзиньпинь скажет, вот мы попробовали, мы проявили акт, такой жест, продемонстрировали доброй воли, дали украинцам возможность принять наш мирный план, они не согласились. И вот месседж украинским западным партнерам, мы вынуждены поддержать Россию вооруженным способом, потому что Украина, вот и вы, которые вооружаете ее, не внемлите голосу рацио, рациональности, постоянно об этом говорите Си Цзиньпинь, это его любимое слово, не внемлите голосу разума. Есть тоже такая версия того, что может на самом деле быть, ну, вы знаете, Игорь, я тоже повторяю, я уже неоднократно говорил в наших эфирах, что в затягивании войны вот сейчас, в той фазе, которая идет, устраивает Китай во всех отношениях обескровление России, и, разумеется, тот факт, что Запад дает все то оружие Украине, которое могут давать Тайванию, с которым сейчас серьезная ситуация, Тайвань недополучил оружие от США на 19 миллиардов долларов, ни много, ни мало. Ну и в целом, опять-таки, Путин с своими действиями сейчас, знаете, отрицанием вообще легитимности международного суда, отрицанием вообще какой-то ответственности за военные преступления в Украине, он вот говорит, что мы просто стоим на пороге нового мирового порядка, нам надоело засилие англосаксов, мы за новый миропорядок. В этом новом миропорядке главным штатом будет «might makes right», вы говорите в штатах, то есть сила, закон силы. И вот под раздачу попадет рано или поздно сама Россия. Опять-таки, вторю вам, вы сказали об этой карте. Ну вот и будет тот миропорядок, в котором Россия потеряет, наверное, львиную долю своей территории. Так или иначе, возможно, это не произойдет в ближайшие пять лет и так далее, но опять к этому все идет. И главным бенефициаром будет, разумеется, Китай. Ну и вот вы сказали по поводу того узкого окна возможностей для Украины в связи с поступающими тревожными сигналами из западных столиц. Вот уже и Венгрия блокирует в очередной раз заявление Евросоюза, на этот раз об ордере как раз международного суда на арест Путина, об этом заявляет Блумберг. Ну и, собственно, из завета Венгрии глава европейской дипломатии Боррель был вынужден сделать заявление от собственного имени. Есть у нас даже цитата. Давайте посмотрим. ЕС считает решение МУС с началом процесса привлечения к ответственности лидеров России за преступления и зверства в Украине, которые они приказывают совершать, совершают или поощряют. Игорь, ну и вот Петр Павел в очередной раз, ну, распеченный президент Чехии, сказал, что, по сути, Украина будет один шанс на контрнаступление. После этого не уверен, что будет. Опять-таки, я не понимаю, насколько это правильный месседж. Даже если он соответствует настроениям сейчас сигнализировать такое во всеуслышание, я не уверен, что это правильно. А после того, как европейские же лидеры, один за другим, лидеры НАТО, Пентагон, сказали, что мы не можем позволить Украине проиграть. После этого говорить вот это, ну, это подрывает вообще легитимность Запада как такового. Ну, я немножко по-другому трактовал и воспринял слова чешского президента. Я считаю, что, понимаете, можно, конечно, ну, просто есть реальность. Петр Павел это все-таки генерал, причем НАТОвский генерал с большим опытом. И он не только президент Чехии, причем в отличие от предыдущего президента Чехии, с моей точки зрения, это действительно человек, который достаточно однозначно является другом Украины, по крайней мере, он это продемонстрировал своими выступлениями, своими действиями. Это очевидный друг Украины, настоящий, в отличие от всякой нацистской сволочи типа премьера Венгрии. Значит, ну, извините, что я в вашем эфире говорю такие слова, это просто соответствует действительности, я могу это доказать. Так вот, Петр Павел говорит очень простую вещь, что, и я абсолютно уверен, что, скажем, генерал Залужный, это точно с ним солидарен. Я абсолютно в этом убежден, что действительно помощь Запада, она есть, будет, и она будет продолжаться, но эта помощь не гарантирована навсегда. То есть могут быть изменения, это первое. А второе, именно Петр Павел, как генерал, чувствующий войну, чувствующий ситуацию в армии, он понимает, что вот контрнаступление, ну, а фактически наступление Украины, оно не может продолжаться вечно, и не могут быть попытки этих наступлений безразмерными. То есть армии – это люди, и несмотря на весь героизм, на всю волю украинского народа и украинской политики, политики украинской армии, тем не менее надо отдавать себе отчет в том, что вот та возможность, которая есть, вот она сейчас есть. Вот сейчас, в настоящий момент, в этой весной, ну, может быть, в апреле, в мае, я не военный эксперт, поэтому судить не мне. Но действительно есть серьезный шанс переломить ситуацию и выиграть войну. Если этого не произойдет, если действительно, причем наступление не может продолжаться год, оно может продолжаться ограниченное время, потому что дальше начинается выдыхание, начинается физическая усталость и невозможность дальше продолжать. Так вот, если не получится, то тогда война приобретает другой, более затяжной характер. На мой взгляд, ровно это сказал Петр Павел. И это, понимаете, есть разные позиции. Есть позиция такого безудержного оптимизма, который вроде бы как воодушевляет, значит, всех и придает, так сказать, уверенность и окрыляет. Но дальше, если этот безудержный оптимизм в конечном итоге не подкрепляется реальными событиями, то дальше наступает разочарование. Это очень плохая история. Это то, что произошло с Россией, когда, так сказать, Киев за три дня, а потом вдруг раз и нет. И все наоборот. Так вот, мне кажется, что все-таки слова Петра Павла надо трактовать именно так, как мобилизующие, а не расслабляющие. Именно мобилизующие. И мне представляется, что важно видеть реальность. И я думаю, кстати говоря, я абсолютно убежден, что у военного командования Украины есть, как бы, и план Б на тот случай, если вот что-то пойдет не так. Я абсолютно убежден, что у генерала Залужнева и его коллег есть понимание того, что, ну, в общем-то, значит, хотя в целом ситуация выигрышная для Украины, но тем не менее они имеют дело с серьезным соперником. Это, конечно, не вторая армия мира, но это гигантская страна с огромными ресурсами и людскими. И на самом деле я скажу сейчас очень непопулярную вещь. Очень непопулярную. Мне очень не хочется ее говорить, но я ее все-таки скажу. Значит, речь идет не о войне фашистского режима Путина с народом Украины, а речь идет о войне российского и украинского народов. Вот иначе это невозможно тактовать. Огромное количество людей, которые мобилизуются, которые идут добровольцами, которые идут контрактниками, значительная часть россиян, которые охвачены милитаристским угаром, это правда, они охвачены милитаристским угаром, они отравлены этой пропагандой, они, так сказать, находятся в состоянии... Далеко не все броню, что все российское общество. Нет, это не так. Но значительная часть российского населения принимает участие в этой войне, как на поле боя, так и поддерживая ее. И это, вот к огромному моему стыду, как россиянину, это война украинского и российского народа. Может быть, частью российского народа. И эта война не может вот так по щелчку закончиться. Это тяжелая война, у которой могут быть самые различные варианты дальнейшего развития событий. Поэтому вот слова Петра Павла, я бы все-таки к ним отнесся серьезно. Ну а что касается сегодняшней ситуации, то я думаю, что вот то, что сейчас происходит, визит Си Цзиньпини, это очень, на мой взгляд, плохая история. Это однозначно плохая история. Ничего хорошего здесь нет. Я склоняюсь к вашей версии. Я считаю, что она единственное объясняющее событие. Я думаю, что весь этот, все эти 12 принципов мирного урегулирования, которые Китай выдвинул и Си Цзиньпин привез в Москву, это провокация. Это просто провокация. Потому что, ну, не может, понимаете, если бы это была действительно мирная инициатива, то в планах Си Цзиньпини было бы посещение Киева. Вот просто, ну, если посмотреть на эту ситуацию, ну, просто с позиции рациональности, как все время призывает Китай. Если ты хочешь совершить какое-то мирное урегулирование, ты должен общаться с двумя сторонами. Но какой смысл говорить только с Путиным и не говорить с Украиной? И даже если будет телефонный разговор, это не тот формат, в котором можно пытаться урегулировать эти отношения. Поэтому для меня совершенно очевидно, если, например, Си Цзиньпинь все-таки примет решение спонтанное поехать в Киев, вот это тогда начинается, может быть, мысль о том, что, может быть, он действительно хочет чего-то добиться. Все равно у него ничего не получится, потому что примирить Путина, который хочет убить всех украинцев и уничтожить Украину, с Украиной, которая просто хочет жить, то есть вот найти точку компромисса между этими двумя позициями невозможно. Но намерения Си Цзиньпинь, мне кажется, будут ясны после того, как станет ясно, поедет он в Киев или нет. Если не поедет, значит, весь его план – это провокация. Просто провокация для того, чтобы иметь моральные, как бы в кавычках, моральные основы для того, чтобы открыто поддержать Путина. Перейти от позиции нейтралитета в пользу Путина к открытой поддержке фашистской агрессии. Ну, собственно, да, его неявка в украинской столице, учитывая важность этого вопроса. Это повторение, по сути, российской пропаганды об отсутствии субъектности у Киева-Каткового. И Киев, как маринетка Запада, зачем встречаться с несубъектными президентами, клоунами несуществующей страны. То, что говорит российская пропаганда, то, что говорит Путин, Медведев, постоянно повторяют, несомненно. Но, собственно, вот если мы говорим про пропаганду, которую вы сказали, Игорь, кстати, вот это ваше непопулярное мнение, оно не просто популярное в Украине, это расхожее мнение, что, собственно, это действительно война русских против украинцев. Можно спорить, но в Украине это считают именно так, как вы. Но вот есть один такой примечательный персонаж российский, который, судя по всему, не подвержен путинской пропаганды, если он может вот так вот открыто предлагать Путину заткнуться. Я говорю сейчас о террористе Гиркине Стрелкове. По его словам, если Путин будет молчать, и россиянам не будет стыдно за то, что у них такой президент, и враг не будет изгаляться. Есть ли у нас стата, друзья? Давайте посмотрим. Заткнись, Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. Просто это надо было увидеть, просто место охренеть. Чувак сидит в России, и вот ему позволяется такое. В очередной раз спрашиваю вас, Игорь, мне кажется, мы говорили уже об этом, как такое позволяется Гиркине? После этого он еще дышит, как он ходит по улицам. Гиркин – это отдельный персонаж. На самом деле, существуют некие континуумы таких персонажей. Они где-то располагаются в диапазоне между полного холуйства и критикой Путина со стороны людоедства. Вот смотрите, российская цензура, она имеет крайне асимметричный характер. Российская цензура не просто запрещает, но и карает за любую критику Путина со стороны гуманизма, со стороны международного права. Ну, то есть человек, который выходит с плакатом не просто «Миру мир», а даже с плакатом, цитирующим кота Леопольда «Давайте жить дружно», оказывается в тюрьме сразу, молниеносно. То есть любая позиция, я уж не говорю с украинским флагом, но любая позиция с точки зрения общечеловеческих ценностей, человек, который говорит, что не надо убивать, этот человек оказывается в тюрьме. А вот позиция со стороны большего людоеста, то есть критика Путина за то, что он не уничтожил Соединенные Штаты Америки, не устроил пролив между Мексикой и Канадой, так сказать, тем самым утопив Соединенные Штаты, не уничтожил Киев, не убил Зеленского. Вот такая критика, сколько угодно, она с утра до вечера заполняет российские государственные каналы. Главные государственные каналы полны такой критикой в адрес Путина. Ну, правда, там Путин напрямую не называется. Говорится о том, что российское начальство почему-то до сих пор не ввело смертную казнь, почему-то до сих пор не уничтожило Польшу и так далее. То есть, ну вот это, пожалуйста, сколько угодно. То есть такая критика Путина, ну, иногда говорят, критика справа, но на самом деле это критика со стороны большего людоеста, сколько угодно. С такой критикой, можно выступать сколько угодно. С такой критикой выступает Пригожин. Когда я говорю о континууме, то речь идет именно вот Соловьев, который критикует, и его, значит, подельники, которые критикуют Путина за недостаточное людоедство, не называя его фамилию. Дальше. Пригожин, который активно нападает на российскую армию за то, что она недостаточно людоедская, не может до сих пор там, так сказать, завоевать Украину, уничтожить Европу и так далее. То есть Пригожин следующий персонаж. И дальше, если мы идем по возрастанию, то мы доходим до Гиркина, который является кульминацией вот этой вот людоедской критики, за что, собственно говоря, Гиркин критикует Путина. Гиркин критикует Путина за то, что до сих пор не объявлена всеобщая мобилизация. Ну, правда, Гиркин просто не понимает, что Путин, даже если бы захотел эту всеобщую мобилизацию устроить, он бы ее не смог устроить, потому что просто, так сказать, у России нет ресурсов, которые в состоянии вобрать эти там условные 25 миллионов мобилизационного резерва. Нет там модирования, нет оружия, нет офицеров для такого количества рядовых. Эти люди даже на пушечное мясо не годились бы. Но это ладно, это Гиркин просто не понимает. В общем-то, так сказать, видимо, те учебные заведения Комитета государственной безопасности, где он обучался, видимо, плохо работали. У него, судя по всему, проблемы с образованием. Ну, бог с ним. Но он критикует за то, что Россия не использует ядерное оружие, за то, что она до сих пор не уничтожила полмира и так далее. И вот это можно. Подводя итог, зачем такая позиция, зачем свобода такой критики, такой вот, извиняюсь за выражение, плюрализм, нужен Кремлю. Очень просто. Для того, чтобы возникла ситуация, при которой Путин является последним европейцем. На фоне Пригожина, на фоне Гиркина, Путин выглядит, ну, просто матерью Терезой. Это просто вот гуманист, гуманист-гуманист-вич. Человек, который не применяет атомную бомбу. Человек, который до сих пор не вырыл канал имени Сталина на месте Соединенных Штатов Америки. Значит, человек, который, так сказать, до сих пор не срыл до основания, там, Варшаву, Берлин и так далее. Понимаете, за него надо, до сих пор смертную казнь не ввел. Его сажают, да, но не расстреливают. Как об этом каждый день требует Соловьев. Соловьев и его банда требуют каждый день расстрелы ввести. Значит, Богдасаров тут, ну, есть такое у нас, извиняюсь за выражение, востоковед в штатском, который недавно выступил с требованием, значит, учитывая сложное положение Турции, немедленно просто уничтожить Турцию, захватить Константинополь, который, это самый Богдасаров, почему-то считает территорией России исконной. Я не знаю, где учился этот востоковед, но вот он так считает. И вот на фоне вот всего этого Путин выглядит, в общем-то, меньшим злом. Именно для этого. Это же старая, старая, так сказать, история веховская, да, если вы помните вот это вот замечательное произведение 1909 года, когда, значит, некоторые российские интеллектуалы написали, что, значит, только власть охраняет вас, интеллигенты, от ярости народной. Поэтому надо держаться за власть, держаться за царя, потому что там, вот смотрите, какой ужас. И здесь та же самая ситуация. Путин главный европеец, Путин главный гуманист. Именно он защищает вас от Гиркина, от Пригожина, от Соловьева, которые жаждут установить вообще-то жуткий какой-то фашизм, который более, то есть эта критика со стороны более большего фашизма, она выгодна Путину. Он выглядит, так сказать, ну, каким-то умеренным, приличным, он, так сказать, не плюется ядом, не кусает никого, по крайней мере, публично. Ну, то есть вот это целенаправленное асимметричное устройство российской цензуры, оно, и поэтому никто не трогает. Кому мешает этот Гиркин? Вот кому он во власти мешает своими криками? Он только укрепляет позиции Путина, потому что все говорят, ну, слушайте, вот смотрите, какой безумный, берегите Путина, иначе, вон, смотри, что у нас тут есть. Удивительно, да, они даже пошли на такой шаг, что разрешили ему просто призвать Путина заткнуться, вот такого конкретного наезда мы еще не слышали, но, судя по всему, это тоже говорит, что у них, о том, что у них подгорает, разумеется, ставки повышаются, риторика тоже накаляется, и вот, собственно, и Кремль вынужден опускаться во все тяжкие, это очевидно. Спасибо большое, Игорь, за ваш, как всегда, четкий, лаконичный анализ всех геополитических ветров в контексте с визитом Сизипения в Кремль. Друзья, с нами был журналист Игорь Яковенко. Спасибо, что смотрели The Life International.